На календаре пятница 21 июня. Это значит, что я уже забрала из типографии несколько экземпляров свежего выпуска Одинцовской недели. И готова рассказать вам о событиях, которые происходили в округе за последние 7 дней. САП и байдарки Каяки. Настоящая водная делегация проплыла вдоль живописных Звенигородских берегов Москвы и реки. Нам с оператором тоже пришлось покорить байдарку. Как удалось выйти из воды сухими и не оставить оборудование на дне реки? Читайте в моем материале. Вам когда-нибудь доводилось читать интервью с конем? А вот наш корреспондент постарался. Отыскал на фестивале символ футбольного клуба. Каково это было оказаться в чужой шкуре? Читайте в статье Александра Лычагина. Десятки россиян оказались в реанимации из-за подпольных салатов. Всего за пару дней более 200 человек отравились готовой едой из доставки. О болезни, которую не ждали, сегодня говорят все. Батулизм. Хронику событий мы восстановили, а еще пообщались с Одинцовцами. Сторонники ли они готовых обедов? Ни в коем случае, вы понимаете, там столько людей отравилось. Это же такое несчастье. Такое никто, значит, не отвечает у нас за производство. Если проверено с хорошей репутацией фирмы, наверное, почему бы и нет, но мы уже не готовы в этом разбираться. Ну, в кафешках, понятное дело. Но после последних событий, конечно, надо остерегаться. В православный мир готовятся встречать Троицу. Торжество символизирует три единства – Бога Отца, Сына и Святого Духа. Почему Троицу считают днем рождения церкви? Что означает зеленое убранство храмов? И в чем особенность праздничного богослужения? На эти вопросы недели ответил настоятель Покровского храма Вакулова. Эти и другие материалы ищите в свежем номере Одинцовской недели. Бумажный вариант газеты можете найти на наших фирменных стойках, а электронные прочитать на сайте. С вами была Олеся Лукина. До встречи на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok